Урок 7. Работа с файлами. Цель урока – освоить работу с файлами. В среде Borland Developer Studio изучить процедуру и функции обработки файлов. Задание для выполнения – создать файл F, содержащий целые числа, сформировать файл G, содержащий четные числа. Для выполнения данного задания рассмотрим следующий проект. Проект. Окно структуры указывает, что в проекте использованы следующие компоненты – Button, Edit, Label и ListBox. В проекте имеется кнопка «Пуск», при нажатии которого ListBox 1 берет значение исходного файла H и второй ListBox 2 берет значение файла G. Для указания, что ListBox содержит исходный файл, мы использовали компонент «Label» и компонент «Label 2». А N – это количество четных чисел. Для вывода четных чисел мы использовали компонент «EditBox». Теперь программная часть. Два же нажимаем на кнопки «Пуск», появляется код программы. Здесь F и G. Логически именно текстовых файлов. Здесь указано, что эти переменные имеют тип «TextFile». Вторая переменная S – это для строковых данных. И следующая переменная типа «Integer» указывает, что при преобразовании строки в число, мы будем проверять его направленность. Потом, с помощью «SignFile» мы заменяем физическое имя файла на логическое имя F. Для открытия файла используются такие команды, как «Reset» и «Rewrite». Мы используем «ResetFile» для чтения файла F. С помощью «WhileDo» мы будем организовать цикл. Цикл организуем для того, чтобы читать каждую строку до конца файла. Читаем файл с помощью «ReaderLine». «F» – это указываем, откуда будем читать, и присваиваем это в «S». И каждое значение «S» мы будем добавлять в «ListBox1». После этого закрываем файл с помощью «CloseFileF». «F» переходим к следующему пункту. С помощью «SignFile» заменяем физическое имя файла «G» на логическое имя этого файла. Открываем этот файл с помощью «Rewrite». Это для записи. Проверяем каждое число в «ListBox1» на четность. С помощью команды «Val» преобразуем все строки «ListBox1» в число. После этого с помощью «Mod» проверяем на четность. Если число является четным числом, записываем его в «ListBox2» одновременно в «FileG». После обработки последнего числа мы закрываем файл с помощью «CloseFileG». Количество всех четных чисел вводим в «Vidit1». Для выполнения нажимаем кнопку «Run». Появляется форма. Для ввода данных в файл «H» мы открываем программную оболочку «Far», нажимаем «Shift» и «4», вводим имя файла и нажимаем «Enter». Вводим значение файла, нажимаем «F2» для сохранения и выходим. Переходим к проекту, нажимаем «Пуск» и переходим к программной оболочке «Far». Проверяем файл «G», открываем с помощью «F4» и здесь все четные числа.